Девушки отдыхают Авраам был отцом Исаака, Исаак – отцом Иакова, Иаков – отцом Иуды и его братьев, Иуда – отцом Пареца и Зераха, а матерью их была Фомарь. Парец был отцом Хицрона, Хицрон – отцом Рама, Рам был отцом Аминадава, Аминадав – отцом Нахшона, Нахшон – отцом Салмона, Салмон – отцом Боаза, матерью Боаза была Рааф, Боаз был отцом Авида, матерью Авида была Руфь, Авид был отцом Иесея, а Иесей – отцом царя Давида. Давид был отцом Саламона, матерью Саламона была бывшая жена Урии, Саламон был отцом Раваама, Раваам – отцом Ави, Ави – отцом Асы, Аса – отцом Иосафата, Иосафат – отцом Иорама, Иорам – отцом Узии, Узия – отцом Иотама, Иотам – отцом Ахаза, Ахаз – отцом Языкия, Языкия – отцом Манаси, Манасия – отцом Амон, Амон – отцом Иоси, Иосия – отцом Иакима, Иаким – отцом Иихонии и его братьев. В это время народ был переселен в Вавилон. После переселения в Вавилон Иихония стал отцом Шелтиила. Шелтиил был отцом Заравави. Зарававиль – отцом Авиуда, Авиуд – отцом Элиакима, Элиаким – отцом Азора, Азор – отцом Садока, Садок – отцом Ахима, Ахим – отцом Элиуда, Элиуд – отцом Элиазара, Элиазар – отцом Матфана, Матфан – отцом Иакова, Иаков – отцом Иосифа, мужа Марии, которая и родила Иисуса, называемого Христом. Всего от Авраама до Давида было 14 поколений. От Давида до переселения в Вавилон тоже 14, и 14 поколений от переселения в Вавилон до Христа. История рождения Иисуса такова. Мать Иисуса, Мария, была обручена с Иосифом, но прежде чем они поженились, оказалось, что она беременна. Младенец, которого ей предстояло родить, было Святого Духа. Жених Марии Иосиф был человеком праведным, и, узнав об этом, хотел тайно отпустить Марию, не придавая дело огласке, чтобы не опозорить ее. Но когда он принял такое решение, ему во сне явился Ангел Господень и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся взять Марию в жены, потому что младенец, что в ней, от Святого Духа. Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, потому что он спасет свой народ от грехов их». Все, что произошло, было исполнением того, что Господь сказал через пророка. «Вот Дева забеременеет и родит сына, и назовут его Эммануил, что значит «С нами Бог». Пробудившись от сна, Иосиф сделал так, как велел ему Ангел Господень, и Мария стала женой Иосифа. Но супружеской близости между ними не было до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с Востока. Они спрашивали людей, «Где новорожденный царь Иудея?» Мы видели его звезду на Востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех первосвященников и учителей закона и спросил их, где должен был родиться Христос. «В иудейском Вифлееме», — ответили ему, потому что так написано у пророка. «И ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи. Из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой из раи». Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал у них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом. «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы его найдете, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на Востоке, шла впереди них, пока наконец не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они, павшие, поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки — золото, ладан и смирну. Но во сне они были предупреждены о том, что им нельзя возвращаться к Ироду, и вернулись в свою страну другим путем. Когда мудрецы ушли, Иосифу во сне явился ангел Господень и сказал, «Вставай, возьми младенца и его мать и беги с ними в Египет. Оставайтесь там, пока я не скажу, потому что Ирод собирается найти младенца и убить его». Иосиф взял младенца с его матерью, и ночью они ушли в Египет. Там он оставался до смерти Ирода. Так исполнились слова, сказанные Господом через пророка. «Из Египта призвал я сына моего». Когда Ирод понял, что мудрецы его обманули, он пришел в ярость и приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков в возрасте до двух лет. Время рождения младенца он определил со слов мудрецов. Таким образом, исполнилось предсказанное через пророка Иеремию. Голос слышен в раме, плачь и горькое рыдание. Плачет о детях своих Рахиль и не хочет утешиться, потому что их больше нет. После смерти Ирода Иосифу в Египте во сне явился ангел Господень. «Вставай», — сказал он, — «возьми ребенка и его мать и возвращайтесь в Израиль». Тех, кто хотел убить ребенка, уже нет в живых. Иосиф взял ребенка и его мать, и они отправились в израильскую землю. Когда Иосиф узнал, что в Иудее вместо Ирода царствует его сын Архилай, он побоялся возвращаться. Но, получив во сне еще одно указание, пошел в Галилею и поселился там, в городе Назарете. Так исполнились слова пророков, что его будут называть Назареем. В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне. «Покайтесь», — говорил он, — «потому что Царство Небес уже близко». Об Иоанне говорил пророк Исайя. «Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми дороги его». Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Пищей ему служили саранча и дикий мед. К нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. Исповедующих свои грехи он крестил в реке Иордан. Фарисеям и саддукеям, которые приходили к нему, Иоанн сказал, «Вы, змеиное отродье, кто предупредил вас, чтобы вы бежали от грядущего гнева? Делами докажите искренность вашего покаяния. Не думайте говорить в себе, наш отец Авраам. Говорю вам, что Бог может и из этих камней сотворить детей Авраам. Уже и топор лежит у корня деревьев, и всякое дерево, не приносящее хорошего плода, будет срублено и брошено в огонь. Я крещу вас водой, но после меня придет тот, кто могущественнее меня. Я даже не достоин нести его сандалии. Он будет крестить вас святым духом и огнем. У него в руках лопата, чтобы провеять зерно на таку. Свою пшеницу он соберет в хранилище, а мекину сожжет в неугасимом огне. Затем из Галилеи к Иордану пришел Иисус, чтобы принять крещение от Иоанна. Иоанн хотел было отговорить его. «Это мне нужно креститься у тебя. Зачем же ты пришел ко мне?» Но Иисус ответил. «Пусть сейчас будет так. Нам надо исполнить всю истину». Тогда Иоанн согласился. Как только Иисус крестился и вышел из воды, раскрыли с небеса, и Он увидел Духа Божьего, спускающегося в образе голубя и садящегося на Него. И вот голос с небес, говорящий, «Это мой любимый Сын! В Нем моя радость!» Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. После сорока дней и сорока ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Тогда Искуситель подошел и сказал Ему, «Если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом!» Но Иисус ответил, «Написано, «Не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города. «Если ты Сын Божий, — сказал Он Ему, — то бросься вниз, ведь написано же, «Своим ангелам повели-то тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил Ему, «Написано так же, «Не испытывай Господа, Бога твоего». Тогда дьявол привел Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всем их блеске. И Он сказал Ему, «Все это Я передам тебе, если ты падешь и поклонишься Мне». Тогда Иисус ответил Ему, «Прочь от Меня, Сатана!» Ведь написано, «Поклоняйся Господу, Богу твоему, и служи Ему одному». Тогда дьявол оставил Его, а к Иисусу приступили ангелы и служили Ему. Когда Иисус услышал о том, что Иоанна заключили в темницу, Он возвратился в Галилею. Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле принадлежавшей родам Завулона и Нефалима. Так исполнилось пророчество Исаии, «Земля Завулона и земля Нефалима на пути к морю за Иорданом, Галилея языческая». Народ, живущий во тьме, увидел великий свет, и на живущих в стране смертной тени воссиял свет. С этого времени Иисус начал проповедовать, «Покайтесь, потому что Царство Небесное уже близко». Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симона, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идите за мной», сказал им Иисус, «и я сделаю вас ловцами людей». Братья сразу же оставили сети и пошли за ним. Пройдя дальше, Иисус увидел двух других братьев, Иакова, сына Зивидея, и его брата Иоанна. Они были в лодке со своим отцом Зивидеем и чинили свои сети. Иисус позвал и их. Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за ним. Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, проповедовал о Царстве и исцелял людей от всех болезней и недугов. Слух о нем распространился по всей Сирии, и к нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, людей, подверженных припадкам, парализованных, и он их исцелял. За ним следовали большие толпы людей из Галилеи, Десятиграде, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана. Увидев множество народа, Иисус поднялся на склон горы и сел там. К нему подошли его ученики, и он начал их учить такими словами. Блаженны нищие духом, потому что им принадлежит небесное царство. Блаженны плачущие, потому что они будут утешены. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. Блаженны милосердные, потому что и к ним будет проявлено милосердие. Блаженны чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими. Блаженны те, кого преследуют за праведность, потому что небесное царство принадлежит им. Блаженны вы, когда из-за меня люди оскорбляют и преследуют вас, и говорят о вас всякую ложь. Ликуйте и веселитесь, потому что вас ждет великая награда на небесах, ведь точно так же преследовали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если соль потеряет свой вкус, то что может опять сделать ее соленой? Она уже ни к чему не пригодна. Останется лишь выбросить ее вон. Под ноги людям. Вы — свет мира. Город, стоящий на вершине холма, невозможно скрыть. Зажженный светильник не ставят под сосуд. Наоборот, его ставят на подставку, чтобы светил всем в доме. Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела и славили вашего небесного Отца. Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Я пришел, чтобы исполнить, а не отменить. Говорю вам истину. Пока небо и земля не исчезнут, ни одна малейшая буква, ни одна черточка не исчезнет из закона. Все сбудется. Кто нарушит даже самую маленькую заповедь и научит других нарушать ее, тот в небесном царстве будет наименьшим. А кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет велик в царстве небесном. Говорю вам, что если ваша праведность не превзойдет праведности фарисеев и учителей закона, вы не войдете в небесное царство. Вы знаете, что людям еще в древности было сказано «Не убивай», и что каждый убийца будет судим. Я же говорю вам, что если человек затаил злобу на брата, он будет судим. Кто назовет своего брата ничтожеством, тот будет отвечать перед высшим советом, а того, кто обзовет своего брата глупцом, ждет огонь ада. Поэтому, если ты приносишь в дар Богу свою жертву и перед жертвенником вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, то оставь свой дар перед жертвенником и пойди вначале помирись с братом, а потом приходи и приноси жертву. Поторопись помириться со своим обвинителем еще по дороге, до того, как он приведет тебя в суд, иначе тебя передадут судье, тот отдаст тебя под стражу и тебя заключат в темницу. Говорю тебе истину, что ты не выйдешь оттуда, пока не выплатишь все до последнего гроша. Вы слышали, что было сказано «Не нарушай супружескую верность». Я же говорю вам, что тот, кто лишь смотрит на женщину с вожделением, уже нарушил супружескую верность в своем сердце. Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. И если твоя правая рука влечет тебя ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад. Вам было сказано, кто разводится с женой, тот должен выдать ей разводное письмо. Я же говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой не по причине ее измены, толкает ее к нарушению супружеской верности. И всякий, кто женится на разведенной женщине, также нарушает супружескую верность. Вы слышали, что еще в древности людям было сказано, «Не нарушайте свои клятвы и выполняйте все, в чем вы поклялись Господом». Я же говорю вам, не клянитесь вовсе, не клянитесь ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что она подножие Его, ни Иерусалимом, потому что это город великого царя. Не клянись своей головой, потому что сам ты даже одного волоска не можешь сделать белым или черным. Пусть ваше «да» будет действительно «да», и ваше «нет» действительно «нет». Все же, что к этому добавлено, от лукавого. Вы слышали, что было сказано, глаз за глаз и зуб за зуб. Я же говорю вам, не мсти сделавшему тебе зло. Кто ударит тебя в правую щеку, то поверни к нему и другую. Если кто захочет с тобой судиться, чтобы отнять у тебя рубаху, то отдай ему и верхнюю одежду. И если же кто принудит тебя идти вместе с ним одну милю, иди две. Тому же, кто у тебя просит, дай. И от просящего у тебя в долг не отворачивайся. Вы слышали, что было сказано, «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Я же говорю вам, любите ваших врагов и молитесь о тех, кто преследует вас, чтобы вам быть истинными сынами вашего небесного Отца. Ведь Он повелевает солнцу светить и злым, и добрым, и посылает дождь как на праведных, так и на неправедных. Если вы любите тех, кто любит вас, то какая вам за это награда? Не делают ли то же самое даже сборщики налогов? Если вы приветствуете только ваших братьев, то что в этом особенного? Разве язычники не делают того же? Поэтому будьте совершенны, как совершенен ваш Небесный Отец. Смотрите и не выставляйте свою праведность на показ, иначе вы не получите от Небесного Отца никакой награды. «Когда даешь милостыню бедным, то не объявляй об этом всем, как делают лицемеры в синагогах и на улицах для того, чтобы их хвалили. Говорю вам истинно, они уже получили свою награду. Ты же, когда помогаешь бедным, делай это так, чтобы твоя левая рука не знала, что делает правая. Пусть твоя помощь будет тайной. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не будьте как лицемеры, которые любят молиться, стоя в синагогах и на углах улиц таким образом, чтобы все их видели. Говорю вам истину, они уже получили свою награду. Ты же, когда молишься, войди в комнату, закрой за собой дверь и помолись своему небесному Отцу, который невидимо находится с тобой. Тогда твой Отец, который видит и то, что делается в тайне, вознаградит тебя. Когда вы молитесь, то не болтайте попусту, как это делают язычники, которые думают, что будут услышаны благодаря своему многословию. Не будьте как они, ведь ваш Отец знает о ваших нуждах еще до того, как вы обращаетесь к нему с просьбой. Молитесь так. Отец наш на небесах, пусть прославится Твое имя, пусть придет Твое царство и исполнится воля Твоя на земле, как и на небесах. Дай нам сегодня наш насущный хлеб, прости нам наши долги, как и мы простили должникам нашим. Не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого. Тебе принадлежит царство, сила и слава, во веки. Аминь. Потому что, если вы будете прощать людям их проступки, то и ваш небесный Отец простит вас. Но если вы не будете прощать людям, то и ваш Отец не простит вам ваших проступков. когда вы поститесь, то не ходите с мрачными лицами, как лицемеры, которые хотят показать своим видом, что постятся. Говорю вам истину. Они уже получили свою награду. «Ты же, когда постишься, умойся и помашь голову твою, чтобы люди не замечали, что ты постишься. Пусть только твой небесный Отец, который невидимо находится с тобой, знает об этом. И тогда он вознаградит тебя, ведь он видит и то, что делается в тайне. Не копите себе богатств на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. Глаз – это светильник всего тела. Если твой глаз ясен, то и все твое тело будет полно света. Но если глаз у тебя дурной, то все твое тело будет полно тьмы. Если свет, который в тебе тьма, то какова же тогда тьма? Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству. Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть, или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? посмотрите на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище. Однако ваш небесный отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? И кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час? Зачем вам беспокоиться об одежде? Подумайте о том, как растут полевые лилии. Они не трудятся и не придут. Но говорю вам, что даже Соломон во всем своем величии не одевался так, как любая из них. Но если Бог так одевает полевую траву, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, то не оденет ли он и вас, маловеры? Поэтому не тревожьтесь и не спрашивайте, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Ведь язычники только обо всем этом и думают. Но ваш Небесный Отец знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Прежде всего ищите Царство Божьего и Его праведности. И это все вам тоже будет дано. Поэтому не тревожьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам побеспокоится о себе. для каждого дня достаточно своих тревог. Не судите, чтобы и вас не судили. Так же, как вы судите других, будут судить и вас. И какой мерой вы мерите, такой будет отмеренной вам. что ты смотришь на соринку в глазу своего брата, когда в своем собственном не замечаешь бревна? Как ты можешь говорить своему брату, дай я выну соринку из твоего глаза, когда в твоем собственном глазу бревно? Лицемер, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом ты увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата. Того, что свято, не давайте псам, а не то они обернувшись растерзают вас, и не разбрасывайте своих драгоценностей перед свиньями, не то они растопчут вас. Просите, и вам дадут, ищите, и найдете, стучите, и вам откроют. Потому что каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и тому, кто стучит, откроют. Есть ли среди вас такой человек, который даст своему сыну камень, когда тот просит хлеба? И кто даст сыну змею, когда тот попросит рыбы? Если вы, будучи злый, умеете давать своим детям благие дары, то тем более небесный отец даст благое тем, кто просит у него. Поэтому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. В этом суть всего, что написано в законе и в книгах пророков. Входите через узкие ворота. Путь, ведущий к погибели, широк. Ворота просторны, и многие идут по этому пути. Но тесны ворота и узок путь, ведущий к жизни, и лишь немногие находят их. Берегитесь уже пророков. Они приходят к вам в овечьих шкурах, внутри же они хищные волки. Их вы узнаете по их плодам. Собирают ли с терновника виноград или с чертополоха инжир? Хорошее дерево приносит хорошие плоды, а больное дерево плохие плоды. На хорошем дереве не бывает плохих плодов, и на больном дереве не бывает хороших. Каждое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, вы узнаете их по плодам. Не всякий, кто говорит мне, Господи, Господи, войдет в небесное царство, но лишь тот, кто исполняет волю моего небесного отца. Многие будут говорить мне в тот день, Господи, Господи, да разве мы не пророчествовали от Твоего имени, разве не изгоняли Твоим именем демонов и не совершали многих чудес? но тогда я отвечу им, я никогда не знал вас, прочь от меня, беззаконники. Того, кто слушает эти мои слова и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, построившим свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом, построившим свой дом на песке. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, и он рухнул, и падение его было великим. Когда Иисус закончил говорить, народ изумлялся его учению, потому что он учил их, как имеющий власть, а не как их учители закона. Когда Иисус спустился с горы, за ним последовало множество людей. Тут к нему подошел человек больной проказой, поклонился ему и сказал, «Господи, если ты захочешь, ты можешь меня очистить». Иисус протянул руку и прикоснулся к нему, сказав, «Хочу очистись». В тот же миг человек исцелился от проказы. Иисус тогда сказал ему, «Смотри, никому не говори об этом, но пойди, покажи священнику и принеси в жертву дар, как это повелел Моисей. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми». ему, «Подел иисус пришел в Капердаум, к нему подошел сотник и попросил о помощи. «Господин», сказал он, «мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается». Иисус ответил ему, «Хорошо, я приду и исцелю его». Сотник возразил Иисусу, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздорове, ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть войны». Я говорю одному, «Ступай», и он идет, другому ко мне, и тот приходит. Слуге моему говорю, «Сделай это», и он делает. Иисус, услышав это, удивился и сказал тем, кто шел за ним, «Говорю вам истину, что даже в Израиле я не встречал такой сильной веры». «Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на перу с Авраамом, Исааком и Иаковом в небесном царстве. Сыны же царства будут выброшены вон во тьму, где будет плач и скрежет зубов». И Иисус сказал сотнику, «Иди, по твоей вере будет тебе». И в тот же час слуга выздоровел, в горячке. Придя в дом Петра, Иисус увидел, что его теща лежит в горячке. Он прикоснулся к ее руке и жар оставил ее. Она встала и начала накрывать для него на стол. С наступлением вечера к Иисусу привели много людей, одержимых демонами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Это было исполнением слов пророка Исаии. Он взял наши немощи и понес наши болезни. Когда Иисус увидел, что вокруг Него собралась большая толпа, Он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. Тут к Нему подошел один из учителей закона и сказал, «Учитель, Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус ответил, «У лисиц есть норы и у птиц небесных гнезда, а Сыну человеческому негде голову преклонить». А другой человек из Его учеников сказал, «Господи, разреши Мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус ответил Ему, «Следуй за Мной, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов». Иисус вошел в лодку и ученики сели вместе с Ним. Внезапно на озере поднялся такой сильный шторм, что лодку захлестывало волнами, а Иисус в это время спал. ученики разбудили Его, говоря, «Господи, спаси нас, мы гибнем». Иисус ответил, «Маловеры, ну что вы испугались?» Он встал, запретил ветру и волнам и наступил полный штиль. Ученики удивленно спрашивали, «Кто же Он, что даже ветер и волны повинуется Ему?» «Когда Иисус прибыл на другую сторону озера в Годаринскую землю?» Навстречу Ему из гробниц вышли два человека, одержимых демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой. «Что ты от нас хочешь, Сын Божий?» закричали они. «Ты пришел мучить нас еще до назначенного срока?» Неподалеку от них паслось большое стадо свиней. Демоны попросили Иисуса, «Если ты нас выгонишь, что пошли нас в это стадо свиней?» Иисус сказал им, «Идите!» Выйдя из людей, демоны вошли в свиней. Все стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. А свинопасы побежали в город и все рассказали, включая и то, что произошло с одержимыми. Тогда все жители города вышли навстречу Иисусу и, увидев Его, попросили покинуть их края. Иисус вошел в лодку, переправился на другую сторону озера и вернулся в свой город. Несколько человек принесли к нему парализованного, лежащего на циновке. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному, «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Тогда некоторые из учителей закона подумали про себя, «Он же кощунствует». Зная, о чем они думают, Иисус сказал, «Почему у вас в сердце такие злые мысли? Что легче? Сказать «Прощаются тебе грехи» или «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи», и он обратился к парализованному, «Вставай, возьми свою циновку и иди домой». Человек встал и пошел домой. Видевшие это исполнились благоговейного ужаса и стали славить Бога, давшего людям такую власть. «Встань» 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 afole Встань Когда Иисус шел оттуда, он увидел человека по имени Матфея, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Следуй за мной», — сказал ему Иисус. Тот встал и пошел за ним. Позже, когда Иисус возлежал за столом в доме у Матфея, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Иисусом и его учениками. Когда фарисеи увидели это, они спросили учеников Иисуса, «Почему ваш учитель ест со сборщиками налогов и грешниками?» Когда Иисус услышал это, он сказал, «Не здоровым нужен врач, а больным. Попытайтесь вначале понять, что значит слова «милости хочу», а не «жертва». Я пришел призвать не праведников, а грешников. Затем пришли ученики Иоанна и спросили, «Почему мы и фарисеи постимся, а твои ученики нет?» Иисус им ответил, «Разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених?» Но наступит время, когда жених будет взят от них. Вот тогда они и будут поститься. Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани. Она сядет, и дыра станет еще больше. Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки. Иначе бурдюки прорвутся. И вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки. Тогда и то, и другое будет цело. Когда Иисус еще говорил, к нему подошел один начальник. Он поклонился Иисусу и сказал, «Моя дочь только что умерла, но если ты придешь и возложишь на нее руку, она живет». Иисус встал и пошел с ним. Ученики тоже пошли за ними. В это время к Иисусу сзади подошла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Она думала про себя. «Если я только прикоснусь к его одежде, то исцелюсь». Иисус обернулся и увидел ее. «Не бойся, дочь моя, сказал он. Твоя вера исцелила тебя». И женщина в тот же момент выздоровела. Когда Иисус вошел в дом начальника и увидел флейтистов, приглашенных для похорон, и смятения толпы, Он сказал, «Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит». Но они лишь посмеялись над Ним. Когда людей все-таки удалили, Иисус вошел, взял девочку за руку, и она встала. Субтитры создавал DimaTorzok 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 по всей округе. Когда Иисус вышел оттуда, за Ним пошли двое слепых, крича, «Жалься над нами, сын Давидов!» Когда Он вошел в дом, слепые подошли к Нему, и Он спросил их, «Вы верите, что Я могу это сделать?» «Да, Господи!» ответили те. Тогда Иисус прикоснулся к их глазам и сказал, «Пусть же с вами будет по вашей вере». И они тотчас прозрели. Иисус же строго наказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал об этом». Но они пошли и рассказали о Нем по всей округе. Не успели еще они выйти, как к Иисусу привели немого человека, одержимого демоном. Когда демон был изгнан, человек, который был нем, заговорил. Люди удивлялись. Ничего подобного еще не бывало в Израиле? Фарисеи же говорили, «Он изгоняет демонов силой повелителя демонов». Иисус ходил по всем городам и селениям, учил в синагогах, проповедовал радостную весть о Царстве и исцелял людей от всех болезней и немощи. Увидев толпы народа, он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. Он говорил своим ученикам, «Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву». Созвав 12 своих учеников, Иисус дал им власть изгонять нечистых духов и исцелять все болезни и недуги. Вот имена 12 апостолов. Симон, прозванный Петром, и его брат Андрей, Иаков, сын Завидея, и его брат Иоанн, Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик налогов Матфей, Иаков, сын Алфея и Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот, который впоследствии и предал его. Этих 12 Иисус послал, дав такие повеления. «Не ходите к язычникам и не заходите ни в какой из самарянских городов. Идите прежде всего к погибшим овцам Израиля. Идите и возвещайте. Царство Небесное уже близко. Исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, очищайте прокаженных, изгоняйте демонов. Вы получили даром, даром и давайте. Не берите с собой в поясах ни золота, ни серебра, ни меди, ни сумки в дорогу, ни запасной одежды, ни сандалий, ни посоха, потому что работник заслуживает пропитания. В какой бы город или селение вы ни зашли, найдите там достойного человека и остановитесь у него до тех пор, пока не отправитесь дальше. Когда входите в дом, пожелайте мира всем, кто в нем. Если дом окажется достоин, то ваше благословение будет на нем. Если же нет, то ваше благословение с ним не останется. А если кто вас не примет или не станет слушать ваших слов, то отряхните пыль с ваших ног, уходя из этого дома или города. Говорю вам истину, Содому и Гаморе будет легче в день суда, чем этому городу. Вот я посылаю вас, как овец, в волчью стаю. Поэтому будьте мудры, как змеи и невинны, как голуби. Остерегайтесь людей, они будут отдавать вас под суд и избивать вас в своих синагогах. Из-за меня вас поведут к правителям и царям, и вы будете свидетельствовать им и язычникам. Когда же вас приведут на суд, не беспокойтесь о том, как или что вам говорить. В тот час вам будет дано, что сказать, и уже не вы будете говорить, а дух вашего отца будет говорить в вас. Брат предаст брата, а отец своего ребенка, тем самым обрекая их на верную смерть. Так же будут поступать и дети, восставать против родителей и предавать их. Все вас будут ненавидеть из-за меня. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Когда вас будут преследовать в одном городе, бегите в другой. Говорю вам истину. Вы не успеете обойти всех израильских городов, как придет сын человеческий. Ученик не выше своего учителя, и слуга не выше господина. Пусть ученик будет доволен, если достигнет положения своего учителя, и слуга положения своего господина. Если хозяина дома называют Вильзевулом, то тем более домашних его. Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня. И что вам сказано шепотом на ухо, провозглашайте с крыш. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего небесного Отца. А у вас даже и волосы на голове все сосчитаны. Поэтому не бойтесь, вы дороже множества воробьев. «Каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того и я признаю перед моим небесным Отцом. А кто отречется от меня перед людьми, оттого и я отрекусь перед моим небесным Отцом. Не думайте, что я пришел принести на землю мир. Я пришел, чтобы принести не мир, а меч. Я пришел разделить сына с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью, и врагами человеку станут его домашние. Кто любит своего отца или мать больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, тот не достоин меня. И кто не возьмет крест свой и не последует за мной, тот не достоин меня. Кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Кто принимает вас, принимает меня. И кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто примет пророка, потому что он пророк, тот получит награду пророка. И кто примет праведника, потому что он праведник, получит награду праведника. И если кто-либо напоит одного из самых меньших чашей холодной воды только потому, что он мой ученик, то говорю вам истину, он не останется без награды. Закончив давать наставления своим двенадцати ученикам, Иисус пошел учить и проповедовать в городах Галилеи. Когда Иоанн, находясь в темнице, услышал о том, что делает Христос, он послал своих учеников спросить Его, «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иисус им ответил, «Пойдите и расскажите Иоанну о том, что вы слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть, «Блажен тот, кто не усомнится во Мне». Когда ученики Иоанна ушли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что вы ходили смотреть в пустыне? Тростник, колеблемый ветром? Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет. Те, кто одеваются в роскошные одежды, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да. И говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано, «Вот я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит перед тобой твой путь». Говорю вам истину. Среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Но наименьший в Царстве Небесном больше его. Со дней Иоанна Крестителя и до ныне Царство Божье стремительно продвигается вперед, и прилагающие усилия имеют доступ в него. Ведь весь закон и пророки пророчествовали до Иоанна. И если вы готовы это принять, то он, Илия, который должен прийти, у кого есть уши, пусть слышит. Но с кем мне сравнить это поколение? Оно подобно детям, которые сидят на площади и кричат друг другу, «Мы играли вам на свирели, а вы не плясали. Мы пели вам похоронные песни, а вы не печалились». Смотрите, вот пришел Иоанн, не ест и не пьет. И они говорят, «В нем демон». Пришел сын человеческий, ест и пьет. И они говорят обжора и пьяница, друг сборщиков, налогов и грешников. Но мудрость оправдана ее делами. Затем Иисус начал укорять города, в которых Он совершил больше всего чудес, но которые так и не раскаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ведь если бы в Тире и Сидоне были совершены те же чудеса, что в вас, то они бы давно раскаялись, одевшись в рубище и посыпав себя пеплом. Но говорю вам, в день суда Тиру и Сидону будет легче, чем вам. И ты, Капернаум, думаешь, что будешь вознесен до небес? Нет. Ты будешь сброшен в ад. Потому что если бы в Содоме были совершены такие чудеса, какие были совершены в тебе, то он существовал бы и до сего дня. Но говорю вам, что в день суда Содому будет легче, чем тебе. Иисус продолжал. «Я славлю тебя, Отец, Господь неба и земли, за то, что ты, утаив от мудрецов и ученых, открыл это младенцам. Да, Отец, это было угодно тебе. Отец вверил мне все. Никто не знает сына, кроме отца. И никто не знает отца, кроме сына и того, кого сын избирает, чтобы открыть ему отца. Придите ко мне, все уставшие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите на себя ермо мое и научитесь у меня, потому что я кроток и мягок сердцу, и вы найдете покой вашим душам. Ведь мое ермо не тяжело, и моя ноша легка. В то время, в субботу, Иисус проходил через засеянные поля. Его ученики были голодны и начали срывать колосья и есть зерна. Но когда это увидели фарисеи, они сказали ему, «Смотри, твои ученики делают то, что не разрешается делать в субботу». Иисус ответил им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он и его спутники проголодались? Он вошел в Дом Божий и ел священный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, но только священникам. Или вы не читали в законе, что в субботу священники трудятся в храме, нарушая святость этого дня, и при этом на них нет вины? Говорю вам, что здесь присутствует тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу», а не «жертвы», то не обвиняли бы невиновных. Ведь Сын Человеческий, Господин над субботой. Уйдя оттуда, Иисус зашел в синагогу. Там был человек с иссохшей рукой. Фрисеи искали повод обвинить Иисуса, и поэтому спросили Его, позволяет ли закон исцелять в субботу? Иисус сказал им, «Если у кого-то из вас есть одна, единственная овца, и в субботу она упадет в яму, то разве он не вытащит ее оттуда? А ведь насколько человек дороже овцы? Стало быть, в субботу позволяется делать добро». После этого он сказал больному, «Протяни руку». Тот протянул, и его рука стала совершенно здоровой, как и другая. Фарисеи же, выйдя, стали совещаться о том, как им убить Иисуса. Узнав об этом, Иисус ушел из тех мест. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их всех. Но Иисус запретил им разглашать о том, кто Он. Так исполнялись слова, сказанные через пророка Исаию. «Вот Мой избранный слуга, возлюбленный Мой, и в ком радость души Моей. Я дам Ему Духа Моего, и Он возвестит народам правосудие. Он не будет ни спорить, ни кричать. Никто не услышит Его голоса на улицах. Тростника надломленного Он не переломит, и тлеющего фитиля не погасит, пока не даст восторжествовать правосудию. На имя Его будут надеяться народы». Привели к Иисусу человека, одержимого демонами, который был к тому же слепым и немым. Иисус исцелил его, и Он заговорил и стал видеть. Все люди удивлялись и спрашивали друг друга, «Может, это и есть сын Давидов?» Когда же фарисеи услышали это, они сказали, «Он изгоняет демонов не иначе, как силой Вильзивула, повелителя демонов». Зная, о чем они думают, Иисус сказал им, «Любое царство, разделившееся на враждующие части, приходит в запустение, и никакой город или дом, разделенный враждой, не устоит. И если сатана изгоняет сатану, значит, он враждует против самого себя. Как тогда устоит его царство? Если я изгоняю демонов силой Вильзивула, то чьей силой изгоняют их ваши последователи? Так что они будут вам судьями». Но если я изгоняю демонов Духом Божьим, то это значит, что Царство Божье пришло к вам. Как может кто-нибудь войти в дом сильного человека и разграбить его добро, если сначала не свяжет его? Только тогда можно будет ограбить его дом. Кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот растрачивает. Любой грех и любое кощунство будут прощены людям. Но кощунство над Духом прощено не будет. Кто скажет что-либо против Сына Человеческого, тот будет прощен. Но кто говорит против Святого Духа, тот не будет прощен ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. или признайте дерево плохим и плод его плохим. Ведь дерево узнается по его плодам. Вы, змеиное отродье, как вы можете говорить доброе, если вы злые? Ведь что у человека на сердце, то и на языке. Из хранилища добра добрый человек выносит доброе, а злой человек выносит злое из хранилища зла. Но говорю вам, что в день суда люди дадут отчет за каждое пустое слово, которое они сказали. Ваши собственные слова послужат вам оправданием или осуждением. Затем фарисеи и учители закона стали просить Иисуса, «Учитель, мы хотим, чтобы ты показал нам какое-нибудь знамение». И Иисус ответил, «Злое и развратное поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения пророка Иона. И как Иона был три дня и три ночи в желудке огромной рыбы, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». Жители Неневии встанут в день суда с людьми этого поколения и обвинят их, потому что они покаялись от проповеди Ионы. Сейчас же с вами тот, кто больше Ионы. Царица Юга встанет в день суда с людьми этого поколения и осудит их, потому что она пришла с другого конца света послушать мудрость Соломона. Сейчас же с вами тот, кто больше Соломона. Когда нечистый дух выходит из человека, то он скитается по безводным местам, ища место для отдыха, но не находит его. Тогда он говорит, «Возвращусь-ка я в дом, из которого вышел». Когда он возвращается, то находит дом незанятым, чисто выметенным и убранным. Тогда он идет, берет с собой семь других духов, еще более злых, чем он сам, и они приходят и поселяются там. И это для человека еще хуже того, что было в начале. Так будет и с этим злым поколением. Иисус еще говорил с народом, когда к дому подошли его мать и братья. Они стояли снаружи, желая поговорить с ним. Кто-то ему сказал, «Твоя мать и братья стоят снаружи, они хотят поговорить с тобой». Но Иисус ответил тому человеку, «Кто мне мать и кто мне братья?» И, показав рукой на своих учеников, сказал, «Вот моя мать и мои братья». «Потому что кто исполняет волю моего небесного Отца, тот мне и брат, и сестра, и мать». В тот же день Иисус, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие толпы, так что Он был вынужден сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И Он о многом говорил им в притчах. «Сеятель вышел сеять», говорил Он. Когда Он разбрасывал семена, некоторые из них упали у дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой. Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожаи одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в тридцать раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит. Тогда ученики подошли и спросили Иисуса, «Почему ты говоришь с людьми притчами?» Иисус ответил, «Вам дано знать тайны Небесного Царства, а им не дано. Потому что у кого есть, тому будет дано еще, и у него будет в изобилии, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. В них исполняется пророчество Исаии. Вы будете слушать и слушать, но не поймете. Будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось. Они с трудом слышат ушами, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, не услышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я их исцелил. Блаженны ваши глаза, потому что они видят, и ваши уши, потому что они слышат. Говорю вам истину. Много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели. Желали услышать то, что вы слышите, но не услышали. Так послушайте, что значит притч о сеятеле. К каждому, кто слышит весть о царстве и не понимает ее, приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. Это семя, упавшее у дороги. Семя, упавшее на каменистую почву. Это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его. Но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время. И когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. Семя, посеянное среди терновника, это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и обольщение богатством заглушают слово. И семя остается бесплодным. Семя же, посеянное в хорошую почву, это о человеке, который слышит слово и понимает его. Такой человек приносит плод кто во сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать раз больше посеянного. Иисус рассказал им другую притчу. Царство небесное можно сравнить с человеком, засеявшим свое поле хорошими семенами. И вот когда все спали, пришел его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушел. Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. Слуги пришли к хозяину и говорят, «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена? Откуда же появились сорняки?» «Это сделал враг», ответил хозяин. «Тогда слуги спрашивают, может нам пойти и выполоть их?» «Нет», ответил хозяин, «когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. Пусть и то, и другое растет до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в мое хранилище». Рассказал он им и еще одну притчу. Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево. Так, что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях. Иисус рассказал им еще одну притчу. Царство небесное как закваска, которую женщина смешала с тремя мерами муки, чтобы вскисло все тесто. Все это Иисус говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч. чтобы исполнилось сказанное через пророка. Открой уста свои в притчах, произнесу гадание, скрытое от создания мира. Потом Иисус отпустил народ и вошел в дом. Его ученики подошли к нему и попросили «Объясни нам притчу о сорняках в поле». Иисус в ответ сказал «Сеющие хорошие семена это Сын Человеческий, поле это мир, а хорошие семена это дети Царства, сорняки это дети злого, враг посеявший их это дьявол, жатва это конец мира, и жнецы это ангелы». «Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. Сын Человеческий пошлет своих ангелов, и они удалят из Его Царства все, что ведет ко греху и всех, делающих злое. Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. А праведники тогда будут сиять как солнце в Царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит. Царство Небесное можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и радостно идет и продает все, что имеет для того, чтобы купить это поле. Еще Царство Небесное подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. Найдя драгоценную жемчужину, он продает все, что имеет ради того, чтобы купить ее одну. Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которую попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. «Вы поняли все это?» спросил Иисус. «Да», ответили ученики. Тогда Иисус сказал им, «Так вот, каждый учитель закона, усвоивший весть о Небесном Царстве, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое». Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда. Он пришел в свой родной город и начал учить людей в синагоге. Все удивлялись, откуда у этого человека такая мудрость и такая сила? Разве Он не сын плотника, не Мария или зовут его мать? Разве Он не брат Иакова, Иосифа, Симона и Иуды? Разве не среди нас живут все его сестры? Откуда же у него все это? И они отвергли его. Иисус же сказал им, пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме. И Он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей. В то время об Иисусе услышал и четверовластник Ирод. Он говорил своим приближенным. Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и поэтому в нем такая чудодейственная сила. В свое время Ирод арестовал Иоанна, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа, потому что Иоанн говорил ему, нельзя тебе жить с ней. Ирод хотел убить Иоанна, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями, и так понравилось Ироду, что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила. Наученная своей матерью, девушка сказала, подай мне сюда на блюде голову Иоанна крестителя. Царь опечалился, Иродиады. Иродиады. Иродиады Иродиады. Он послал палача в темницу обезглавить Иоанну. Его голову принесли на блюде и отдали девушке, а та отнесла ее матери. Ученики Иоанна, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали об этом Иисусу. Услышав об этом, Иисус переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди в городах узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. Когда Иисус сошел на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми и исцелил больных, которые были среди них. Наступил вечер, ученики Иисуса подошли к Нему и сказали, «Место здесь пустынное и уже поздно. Отпусти народ, пусть пойдут в ближайшие селения и купят себе еды». Иисус ответил, «Им не нужно уходить отсюда, вы дайте им есть. Но у нас только пять хлебов и две рыбы», ответили ученики. «Принесите все это ко Мне», сказал Иисус. Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем он стал разламывать хлебы и давать ученикам, а те народу. «Все ели и насытились и собрали еще двенадцать полных корзин остатков. Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Сразу после этого Иисус велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а сам он оставался, пока не отпустил народ. А когда народ разошелся, Иисус поднялся на гору один помолиться. Наступил вечер, и Иисус оставался на горе. Тем временем лодка была уже далеко от берега. Ее били волны, так как дул встречный ветер. Четвертую ночную стражу перед рассветом Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Но ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. «Это призрак!» закричали они от страха. Но Иисус сразу же заговорил с ними. «Успокойтесь, это я, не бойтесь!» «Господи, если это Ты, сказал тогда Петр, то повели мне прийти к Тебе по воде». «Иди», сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал. «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку и поддержал его. «Маловерный», сказал он, «зачем же ты стал сомневаться?» «Когда они вошли в лодку, ветер утих. Все, кто был в лодке, поклонились ему. Ты действительно Сын Божий», сказали они. Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генесарете. Местные жители узнали Иисуса и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Иисусу принесли всех больных и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь кисточке на краю Его одежды. И все, кто прикасался, выздоравливали. Затем пришли к Иисусу из Иерусалима фарисеи и учители закона и сказали, «Почему Твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой? Иисус ответил, «А почему вы ради соблюдения ваших собственных традиций нарушаете заповедь Божью? Ведь Бог сказал, «Почитай отца и мать! И кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти! Вы же говорите, если кто скажет отцу или матери, «То, чем я мог бы тебе помочь, я пожертвовал Богу, то ему уже не обязательно помогать отцу!» Тем самым вы ради своего обычая отменяете заповедь Божью, «Лицемеры!» Прав был Исаия, когда пророчествовал о вас, «Этот народ чтит меня губами, но сердца их далеки от меня, они поклоняются мне в пустую, и их учение состоит из человеческих предписаний». Иисус подозревают к себе народ и сказал, «Выслушайте и постарайтесь понять, не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым, нечистым человека делает то, что исходит из его уст». Позже ученики сказали Иисусу, «Ты знаешь, что твои слова обидели фарисеев?» Иисус ответил, «Каждое растение, посаженное не Моим небесным отцом, будет вырвано с корнем. Оставьте их, они слепые поводыри слепых, а если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же попросил, «Объясни нам эту притчу». «Таки вы тоже до сих пор не понимаете?» спросил Иисус. «Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон, но то, что исходит из уст, исходит из сердца? Это и оскверняет человека, потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой». Покинув это место, Иисус отправился в окрестности Тира и Сидона. Там к нему с плачем подошла местная женщина Хананиянка и стала кричать, «Господи, сын Давидов, сжалься надо мной, моя дочь одержима демоном и ужасно мучается». Иисус не отвечал ей ни слова. Тогда его ученики стали просить «Отошли ее, а то она идет за нами и кричит». Иисус сказал женщине «Я послан только к заблудшим овцам Израиля». Женщина подошла и поклонилась ему «Господи, помоги мне». Иисус ответил «Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собачкам?» «Да, Господи», ответила женщина, «но ведь и собачки едят крошки, которые падают со стола хозяев». Тогда Иисус сказал ей «Женщина, у тебя великая вера, пусть будет так, как ты хочешь». Иисус сейчас ее дочь исцелилась. Мама, ты иисус ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. В одном месте он поднялся на склон горы и сел там. К нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Иисуса и он исцелял их. Люди удивлялись и славили Бога Израиля, когда видели немых говорящими, коллег здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими. Иисус подозвал своих учеников и сказал, «Мне жаль этих людей. Они со мной вот уже три дня и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь они могут ослабеть в дороге». Ученики его ответили, «Где же мы возьмем здесь в этой пустыне столько хлеба, чтобы накормить все это множество людей? Сколько у вас хлебов?» спросил Иисус. «Семь хлебов и несколько рыбок», ответили они. Иисус велел людям возлечь на землю. Затем Он взял семь хлебов и рыбу и, поблагодарив за них Бога, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, народу. Все ели и насытились. Еще набралось семь полных корзин остатков. Всего ело четыре тысячи одних только мужчин не считая женщин и детей. Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в окрестности Магадена. Там Иисуса обступили фарисеи и саддукеи, которые, желая испытать Его, просили, чтобы Он показал им знамение с неба. Иисус ответил, «На закате, увидев, что небо красное, вы говорите, будет хорошая погода, а на рассвете, если небо завлакло багровыми тучами, вы говорите, будет буря. Вы знаете, что означают приметы неба, а истолковать знаков времени не можете. Злое и развратное поколение ищет знамение, но ему не будет дано никакого знамения, кроме знамения ионы». И оставив их, Иисус ушел. Переправляясь на другую сторону озера, ученики забыли взять с собой хлеба. Иисус же сказал им, «Смотрите, берегитесь закваски фарисеев и саддукеев». Ученики стали рассуждать между собой. Он говорит это, потому что мы не взяли с собой хлеба. Иисус, зная, о чем они говорят, сказал, «Маловеры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы еще не поняли? Разве вы не помните, как пяти хлебов хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? А сколько корзин остатков вы собрали, когда четыре тысячи мужчин наелись семью хлебами? Как вы не можете понять, что, говоря, «берегитесь закваски фарисеев и саддукеев, я говорю не о хлебе?» Тогда ученики поняли, что он предостерегал их не от закваски, которую кладут в хлеб, а от учения фарисеев и саддукеев. Когда Иисус пришел в окрестности Кесария Филипповы, он спросил своих учеников, «За кого люди принимают Сына Человеческого?» Ученики ответили, «Одни говорят, что ты Иоанн Креститель, другие, что Илья, а третьи, что Иеремия или один из других пророков». «А вы кем считаете Меня?» спросил их Иисус. Симон Петр ответил, «Ты Христос, Сын Живого Бога». Тогда Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом. И Я говорю тебе, ты Петр, и на этой скале Я построю Мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Я дам тебе ключи от Небесного Царства, и что ты запретишь на земле, то будет запрещено на небесах, и все, что ты разрешишь на земле, будет разрешено и на небесах». Затем Иисус велел ученикам никому не говорить о том, что Он Христос. С этого времени Иисус начал объяснять ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и там много пострадать от старейшин, первосвященников и учителей закона, что Он будет убит, но на третий день воскреснет. Тогда Петр отвел его в сторону и стал возражать. «Да помилует тебя Бог, пусть не случится с тобой этого, Господи!» Иисус же, обернувшись, сказал Петру, «Прочь от Меня, сатана! Ты Мне камень преткновения, потому что рассуждаешь по-человечески и не понимаешь того, что хочет Бог». Потом Иисус сказал ученикам, «Если кто желает быть Моим последователем, пусть отречет от самого себя, возьмет свой крест и пусть следует за Мной, потому что тот, кто хочет сберечь свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь ради Меня, тот обретет ее». Ведь что польза человеку, если он приобретет весь мир, но при этом повредит своей душе? Или что даст человек в обмен за свою душу? Когда Сын человеческий придет в славе своего Отца, окруженный своими ангелами, тогда он воздаст каждому по его делам. «Говорю вам истину, некоторые из вас, стоящих здесь, не умрут, пока не увидят прежде Сына человеческого, пришедшего в Своем Царстве». Через шесть дней Иисус взял с Собой Петра, Иакова, Его брата Иоанна и привел их одних на высокую гору. И на глазах учеников вдруг Его облик изменился. Лицо Его засияло как солнце, а одежда стала белой как свет. И вот они увидели Моисея и Илью, беседующих с Ним. Петр сказал, «Господи, нам здесь так хорошо, если ты хочешь, я сделаю три шалаша, один тебе, один Моисею и один Ильи». Пока Он говорил, светлое облако накрыло их и из облака прозвучал голос, «Это мой любимый Сын, в Котором моя радость, слушайте Его». Услышав эти слова, ученики в ужасе пали на лица Свои. Иисус подошел и прикоснулся к ним. «Встаньте, не бойтесь». Они подняли взгляд и уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Тогда они спускались с горы и Иисус сказал им, «Никому не говорите о том, что вы видели здесь, до тех пор, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Ученики спросили Его, почему же учители закона говорят, что вначале перед Мессией должен прийти Илья? Иисус ответил, «Илия действительно должен прийти и все приготовить». Но говорю вам, что Илья уже пришел, только его не узнали и поступили с ним по своему произволу. Также даже и Сыну Человеческому предстоит пострадать от их рук. Тогда ученики поняли, что Он говорил об Иоанне Крестителе. Когда они подошли к месту, где собралась толпа, один мужчина пал перед Иисусом на колени со словами, «Господи, жалься над Моим Сыном, у Него судороги», и Он сильно мучается, часто бросается то в огонь, то в воду. «Я привел Его к твоим ученикам, но они не смогли исцелить Его». И Иисус в ответ сказал, «О неверующее и испорченное поколение, сколько мне еще быть с вами, сколько мне еще терпеть вас, приведите мальчика ко Мне». Иисус приказал демону выйти, и тот вышел из мальчика. В тот же миг ребенок стал совершенно здоров. Потом, оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили, почему же мы не смогли изгнать Его? Иисус ответил, «Потому что у вас мало веры. Говорю вам истину, если бы ваша вера была с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать, передвинься отсюда туда, и она бы передвинулась. Для вас не было бы ничего невозможного. Этот же вид демонов изгоняется только молитвой и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам, «Сын человеческий будет предан в руки людей, которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет». Учеников это сильно опечалило. Когда они вернулись в Капернаум, Петру подошли сборщики налога на нужды храма и спросили, «А ваш учитель платит налог на храм?» «Платит», ответил он. Петр вошел в дом и еще не успел ничего сказать, как Иисус спросил, «Симон, как тебе кажется, с кого земные цари взимают пошлины или дань? Со своих сыновей или с чужеземцев?» «С чужеземцев», ответил Петр. «Значит, сыновья свободны», заключил Иисус. «Но чтобы нам никого не обидеть, пойди к озеру, забрось удочку, вытащи первую рыбу, что попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету достоинством в четыре трахмы. Возьми ее и заплати за меня из-за себя». Тогда же ученики подошли к Иисусу и спросили, «Кто важнее всех в небесном царстве?» Иисус подозвал маленького ребенка и поставил его посреди них. «Говорю вам истину», сказал Иисус, «если вы не изменитесь и не станете такими, как маленькие дети, вы никогда не войдете в небесное царство. Поэтому кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве. Кто ради меня принимает такого ребенка, тот принимает меня. но если же кто введет в грех одного из этих малых верующих в меня, то для него было бы лучше, если бы ему повесили на шее мельничных жернов и утопили в море. Горе миру от всего, что ведет людей ко греху. И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто будет этому содействовать. Если же твоя рука или нога влечет тебя ко греху, отсеки ее и выбрось вон. Лучше войти в жизнь калекой, чем с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в вечный огонь. Если твой глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось. Лучше тебе войти в жизнь с одним глазом, чем с двумя глазами быть брошенным в огонь ада. Смотрите, не презирайте никого из этих малых. Говорю вам, что их ангелы на небе всегда видят лицо Моего небесного Отца. Сын человеческий пришел спасти погибших, продолжал Иисус. Как вы думаете, если у человека есть сто овец и одна из них заблудится, то разве он не оставит девяносто девять на холмах и не пойдет искать пропавшую. И если он найдет ее, то говорю вам истину, он будет рад этой одной больше, чем девяносто девяти, которые не терялись. Так и ваш небесный Отец не хочет, чтобы потерялся хоть один из этих меньших. человек. Если твой брат согрешил против тебя, то пойди из глазу на глаз скажи ему, в чем он неправ. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей. Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви. И если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов. Говорю вам истину, что вы запретите на земле, то будет запрещено и на небесах. И что вы разрешите на земле, то будет разрешено и на небесах. Еще раз говорю вам, что если двое из вас здесь на земле согласятся вместе просить о чем-либо, то мой небесный Отец непременно сделает для вас все, о чем вы просите, потому что там, где двое или трое собраны вместе во имя Мое, там и я нахожусь вместе с ними. Тогда Петр подошел к Иисусу и спросил, Господи, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот согрешит против меня? Семь раз? Иисус ответил, не семь, а семьдесят раз по семь. Царство небесное можно сравнить с царем, который решил рассчитаться со своими слугами. Когда царь начал расчет, то первым к нему привели того, кто должен был ему десять тысяч талантов. Так как у должника не было чем расплатиться, то царь повелел продать для уплаты долга самого должника, его жену, детей и все их имущество. Слуга пал и, поклонившись ему, стал просить, дай мне еще немного времени, и я все выплачу. Царь пожалел слугу, простил ему весь долг и отпустил его. Тот вышел и, встретив такого же слугу, который должен был ему всего сто динариев, схватил его и начал душить. «Верни сейчас же все, что ты мне должен», требовал он. Должник пал ему в ноги и стал умолять. «Дай мне еще немного времени, и я все выплачу». Но тот не захотел ждать и бросил его в темницу, пока не будет выплачен весь его долг. Другие слуги видели, что произошло, и это их возмутило. они пошли и рассказали все царю. Тогда царь позвал слугу. «Ах, ты негодный слуга», сказал он. «Я по твоей просьбе простил тебе все долги. Так неужели и ты не мог простить своего товарища, как и я простил тебя?» Разгневавшись, царь отдал его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. «Так и мой Небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца». Закончив говорить это, Иисус покинул Галилею и отправился по восточному берегу Иордана в Иудей. За ним последовало множество людей, и Он исцелил их там. Некоторые из фарисеев подошли к Иисусу и, искушая Его, спросили, по любой ли причине мужчине разрешается разводиться со своей женой? «Разве вы не читали, ответил Иисус, что вначале Создатель сотворил их мужчины и женщины и сказал, поэтому оставит человек отца и мать и соединиться со своей женой, и двое станут одной плотью, так что их уже не двое, они одна плоть, и так что Бог соединил, то человек не должен разделять. Они сказали ему, почему же тогда Моисей велел давать жене разводное письмо и отпускать ее? Моисей разрешил вам разводиться с женами из-за жестокости ваших сердец, ответил им Иисус, но вначале так не было. Говорю вам, что каждый, кто разводится со своей женой, кроме как по причине ее измены и женится на другой, тот нарушает супружескую верность. Ученики сказали Иисусу, если обязательства мужа к жене так строги, то лучше вообще не жениться. Иисус ответил, не все могут принять мои слова, а лишь те, кому это дано. Некоторые родились с копцами, других такими сделали люди, а третьи отказались от брака ради небесного царства. Пусть те, кому это дано, поступают так. Тогда к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился, а ученики их бронили. Но Иисус сказал, пусть дети приходят ко Мне, не запрещайте им, потому что Царство Небесное принадлежит таким, как они. И, возложив на детей руки, Иисус ушел оттуда. К Нему подошел человек и спросил, учитель, что Я должен сделать благого, чтобы получить вечную жизнь. Зачем Ты спрашиваешь Меня о благом? Сказал Иисус. Благ только один Бог. Но если Ты хочешь войти в вечную жизнь, то соблюдай заповеди. Какие? Спросил Тот. Иисус ответил, не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего Твоего, как самого «Все это я соблюдаю», ответил молодой человек. «Чего еще мне не достает?» Иисус ответил, «Если хочешь быть совершенным, то пойди, продай то, что у тебя есть, и раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за Мной». Когда молодой человек это услышал, то отошел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Тогда Иисус сказал своим ученикам, «Говорю вам истину, трудно будет богатому войти в небесное царство. Также говорю вам, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Божье царство». Когда ученики это услышали, они сильно удивились, кто же тогда вообще может быть спасен? Иисус посмотрел на них и сказал, «Человеку это невозможно, но Богу все возможно». Петр сказал ему, «Вот мы все оставили и пошли за тобой, что же нам будет?» На это Иисус ответил им, «Говорю вам истину, когда весь мир обновится, и Сын человеческий сядет на престоле своей славы, тогда и вы, последовавшие за мной, тоже сядете на двенадцати престолах править двенадцатью родами Израиля. И всякий, кто оставил дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат больше и станет наследником вечной жизни. Однако многие из тех, кто в этом мире был возвышен, будут унижены, а многие униженные будут возвышены. Небесное царство подобно хозяину, который рано утром вышел нанять людей на работу в своем винограднике. Он договорился с ними, что заплатит им по динарию за день работы и послал их в свой виноградник. В третьем часу он опять вышел и увидел, что на площади еще стоят люди без работы. Он говорит им, идите вы работать в мой виноградник, и я заплачу вам по справедливости. Те пошли. В шестом и в девятом часу он опять выходил и делал то же самое. Потом он вышел в одиннадцатом часу и вновь нашел стоящих людей. «Что вы тут стоите весь день без дела?» спросил он их. «Никто нас не нанял», ответили те. «Идите и вы работать в мой виноградник», говорит им хозяин. «Когда наступил вечер, хозяин сказал своему управляющему, позови всех работников и выдай им плату. Начни с тех, которые были наняты последними, и в конце рассчитайся с теми, кто нанят утром». Работники, которых наняли в одиннадцатом часу, пришли, и каждый из них получил по динарию. Когда подошла очередь работников, нанятых первыми, они ожидали, что получат больше, но каждый из них тоже получил по одному динарию. Когда с ними расплатились, они стали роптать на хозяина. «Те, кого ты нанял последними, работали всего один час, и ты заплатил им столько же, сколько и нам, а мы трудились в такую жару весь день». Хозяин ответил одному из них, «Друг, я же не обманываю тебя. Разве ты не согласился работать за один динарий? Так возьми свою плату и иди. А я хочу заплатить тем, кого я нанял последними, столько же, сколько и тебе. Не вправе ли я распоряжаться своими деньгами так, как хочу? Или может моя щедрость вызывает в тебе зависть? Так вот, последние будут первыми и первые последними». По дороге в Иерусалим Иисус отвел двенадцать учеников в сторону и сказал, «Вот мы восходим в Иерусалим. Там сына человеческого выдадут первосвященникам и учителям закона. Они приговорят его к смерти и отдадут язычникам наглумления, пичевания и распятия. Но на третий день он воскреснет». Потом к Иисусу подошла мать сыновей Завидея вместе с сыновьями. кланяясь, она обратилась к нему с просьбой. «Что ты хочешь?» спросил он ее. Она сказала, «Вели, чтобы оба мои сына сели один по правую, а другой по левую руку от тебя в твоем царстве». «Вы не знаете, о чем просите?» ответил Иисус. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» «Можем?» ответили они. Иисус сказал им, «Пить из моей чаши вы будете, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но кому сидеть по правую, а кому по левую руку от меня, решаю не я. Эти места принадлежат тем, кому они назначены моим отцом». Когда остальные десять учеников услышали это, они рассердились на братьев. Иисус же подозвал их и сказал, «Вы знаете, что языческие правители господствуют над своими народами и владеют людьми их знать. У вас пусть будет не так. На оборот, кто хочет стать среди вас самым великим, должен быть вам слугой. И кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Ведь и Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы служить другим и отдать свою жизнь, как выкуп за многих». Когда Иисус и ученики покидали Иерихон, за ними следовало множество людей. У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать «Господи, сын Давидов, сжалься над нами!» Люди стали говорить им, чтобы они замолчали, но те кричали еще громче «Господи, сын Давидов, сжалься над нами!» Иисус остановился и позвал их «Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?» спросил Он «Господи, хотим прозреть!» ответили те. Иисусу стало их жаль, и он прикоснулся к их глазам. Слепые сразу же обрели зрение и пошли за ним. «Господи, гимн» «Господи» 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 Когда они, приближаясь к Иерусалиму, пришли в селение Вифаге, что расположено на Оливковой горе, Иисус послал вперед двух учеников, сказав им, «Идите в селение, которое перед вами. Там вы сразу же найдете привязанную ослицу и рядом с ней ослинка. Отвяжите их и приведите ко мне. Если кто-нибудь вас спросит о том, что вы делаете, то отвечайте, что они нужны Господу, и вам тут же дадут их. Это произошло для того, чтобы исполнилось сказанное через пророка, «Скажите дочери Сиона, вот идет к тебе царь твой, кроткий, верхом на ослице и осленке, сыне вьючного животного». Ученики пошли и сделали все так, как велел им Иисус. Они привели ослицу и осленка, положили на них свои плащи, и Иисус сел поверх их. Большинство собравшихся начало расстилать свои плащи на дороге, другие срезали ветви с деревьев и тоже расстилали их. Толпы людей, что шли впереди и позади него, громко кричали, «Ассанна, сыну Давида, благословен тот, кто приходит во имя Господа, ассанна в вышине небес». И когда Иисус вошел в Иерусалим, весь город пришел в волнение, и все спрашивали, кто это? Народ отвечал, «Это пророк Иисус из Назарета, что в Галилее». Иисус вошел в храм, и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Он опрокинул столу, менял и прилавки торговцев голубями. «Написано, — говорил он, — дом мой будет назван «Домом молитвы», а вы превратили его в разбойничье логово». В храме к нему подошли слепые и хромые, и он исцелил их. Первосвященники и учители закона, увидев чудеса, которые совершал Иисус, и услышав, как дети кричат в храме «Ассанна, сыну Давида», «Возмутились». «Ты слышишь, что кричат эти дети?» — спросили они его. «Да», — ответил Иисус. «Разве вы не читали, что написано, «Из уст младенцев и грудных детей ты вызовешь себе хвалу?» Он оставил их и пошел из города в Вифанию, где и заночевал. Возвращаясь рано утром в город, Иисус почувствовал голод. Увидев у дороги инжир, он подошел к нему, но не нашел на нем ничего, кроме листьев. Тогда Иисус сказал дереву, «Пусть же от тебя никогда больше не будет плодов». Инжир сразу же засох. Когда ученики это увидели, то удивились. Как это инжир мог так быстро засохнуть? Иисус ответил им, «Говорю вам истину. Если вы будете верить, не сомневаясь, то сможете сделать не только то, что было сделано с инжиром, но даже если вы скажете этой горе, «Поднимись и бросься в море», то так и будет. Если вы верите, то получите все, о чем бы вы не попросили в молитве». Когда Иисус вошел в храм и стал учить народ, к Нему подошли первосвященники и старейшины народа с вопросом, «Чьей властью ты все это делаешь, и кто дал тебе эту власть?» Иисус ответил им, «Я тоже задам вам вопрос. И если вы мне ответите, то и я скажу вам, чьей властью я это делаю». Откуда Иоанн получил свое право крестить? С небес или от людей? Они стали рассуждать между собой. Если мы скажем «с небес», то он спросит, «Так почему же вы ему не поверили?» Сказать «от людей» нельзя. Боимся народа, ведь все считают, что Иоанн был пророком. «Мы не знаем», — ответили они. Иисус сказал им, «Тогда и я вам не скажу, чьей властью я все это делаю». Что вы скажете на такое? У одного человека было два сына. Как-то он подошел к одному из них и говорит, «Сын, пойди поработай сегодня в винограднике». «Не хочу», — ответил сын. Но потом передумал и все же пошел. Подойдя к другому сыну, отец попросил его о том же. Сын ответил, «Иду, господин», а сам не пошел. Кто из них исполнил волю отца? «Первый», — ответили они. Иисус тогда сказал им, «Говорю вам истину. Сборщики налогов и блудницы впереди вас идут в Царство Божье. Ведь Иоанн пришел к вам показать путь праведности, и вы не поверили ему, а они поверили. Вы же даже после того, как это увидели, не раскаялись и не поверили. Послушайте еще одну притчу. Один землевладелец посадил виноградник, обнес его забором, выкопал яму для довильни и построил сторожевую башню. Он отдал виноградник в наем виноградарям, а сам уехал в чужие края. Когда пришло время сбора винограда, он послал своих слуг к виноградарям, чтобы забрать его часть урожая. Те же схватили слуг, и кого избили, кого убили, а кого закидали камнями. Тогда хозяин послал других слуг. Их было больше, чем в первый раз, но виноградари и с теми поступили так же. В конце концов он послал своего сына. Сына-то моего, они устыдятся, думал он. Но когда виноградари увидели сына, они решили, это наследник, давайте убьем его и завладеем его наследством. Они схватили его, выбросили из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями? Он жестоко казнит злодеев, ответили они, и сдаст виноградник другим виноградарям, которые отдадут ему его долю урожая в условленный срок. Иисус сказал им, «Разве вы никогда не читали в Писаниях? Камень, который отвергли строители, стал краеугольником. Это совершил Господь, и как это удивительно в глазах наших! Поэтому я и говорю вам, что Царство Божье будет отнято у вас и отдано народу, который приносит плод. Кто упадет на этот камень, разобьется в дребезги, а на кого он упадет, того раздавит». Когда первосвященники и фарисеи слушали притчи Иисуса, они поняли, что Он говорит о них. Они хотели арестовать Иисуса, но боялись народа, потому что люди считали Иисуса пророком. Иисус продолжал учить народ в притчах, говоря, «Царство Небесное». Можно сравнить со свадебным пиром, который один царь приготовил для своего сына. Он разослал к приглашенным своих слуг, чтобы позвать их на свадьбу, но приглашенные не хотели прийти. Тогда царь послал других слуг, наказав им, «Пойдите и скажите им, что мой пир уже готов, зарезаны быки и другой откормленный скот. Все угощение готово, пусть приходят на свадебный пир». Приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошел на свое поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных слуг, унизили и убили их. Царь был разгневан. Он послал свое войско, уничтожил тех убийц и сжег их город. Потом он сказал своим слугам, «Свадебный пир готов, но те, кого я пригласил, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестке дорог и приглашайте на пир всех, кого вы встретите». Слуги пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых. И пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. «Друг?» – спросил царь, «Как это ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. Тогда царь приказал слугам, «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Ведь приглашенных много, но избранных мало». После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. Они подослали к Нему своих учеников и Иродиан. «Учитель?» – спросили они. «Мы знаем, что ты человек честный и истинно учишь пути Божьему. Ты беспристрастен и не стремишься никому угодить. Скажи нам, как ты считаешь?» Следует ли платить налог кесарю или нет? Иисус, зная их коварное намерение, сказал, «Лицемеры, вы хотите поймать Меня на слове? Покажите Мне монету, которой платится дань». Они принесли Ему динарий. Иисус спросил их, кто на ней изображен и чье на ней имя. «Кесаря?» – ответили они. Тогда Иисус сказал им, «Так и отдавайте кесарево кесарю, а Божьи – Богу!» Услышав это, они удивились. И оставив Иисуса, они ушли. В тот же день саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых, подошли к Иисусу. Они спросили Его, «Учитель, Моисей сказал, что если кто-либо умрет, не оставив детей, то его брат должен жениться на вдове и восстановить род своему брату. Так вот, у нас тут было семь братьев. Первый – женился и умер бездетно, и вдова стала женой его брата. То же самое произошло и со вторым, и с третьим, и со всеми семью братьями. После всех умерла и женщина. И так, после воскресения, которому из семи братьев она будет женой. Ведь все были ее мужьями. Иисус ответил, «Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей». Воскреснув, люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, а будут как ангелы на небесах. Что же касается воскресения мертвых, то разве вы не читали, что сказал вам Бог? «Я – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Он – Бог не мертвых, а живых. Люди слушали и удивлялись его учениям. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг него. Один из них, учитель закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил, «Учитель, какая заповедь в законе самая важная?» Иисус ответил, «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и самая важная заповедь. Вторая же, подобно ей, «Люби ближнего твоего, как самого себя». Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях. Когда фарисеи собрались вместе, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей Он сын?» «Сын Давида», ответили Ему. Иисус говорит им, «Почему же тогда Давид вдохновляемый духом называет Его Господом? Ведь он говорит, «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим». Итак, если Давид называет Его Господом, то как же в таком случае он может быть Ему сыном? В ответ никто не мог сказать ни слова. И с этого дня они больше не решались задавать Ему вопросы. Тогда Иисус сказал народу и Своим ученикам, «Учители закона и фарисеи заняли место Моисея, поэтому вы должны делать все, что они говорят, но делам их не подражайте, потому что они проповедуют одно, а делают другое». Они взваливают на плечи людей непомерно тяжелые ноши, а сами и пальцем не пошевельнут, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть этот груз. они все делают напоказ. Их коробочки становятся все шире, и кисточки на краях одежды все длиннее. Им нравится занимать почетные места на пирах и в синагогах. Они любят, когда их приветствуют на площадях и когда люди обращаются к ним раби. Вас же пусть не называют раби, потому что у вас один раби, а вы все братья. И ни к кому на земле не обращайтесь, Отец, потому что у вас только один Отец, который на небе. Пусть вас не называют наставниками, потому что у вас один только наставник, Христос. Самый великий из вас будет вам слугой, потому что кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает от себя, будет возвышен. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы закрываете от людей небесное царство, сами не входите в него и не даете войти тем, кто хочет. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы разоряете дома вдов и напоказ долго молитесь. За это вас ждет самое суровое наказание. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы проходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного человека, а когда вы его обращаете, то делайте его вдвое больше достойным ада, чем вы сами. Горе вам, слепые поводыри! Вы говорите, если кто поклянется храмом, это еще ничего не значит. Но если кто поклянется золотом храма, то он связан своей клятвой. Вы, слепые безумцы! Что важнее, золото или храм, осветивший золото? Вы говорите, если кто поклянется жертвенником, то это еще ничего не значит. Но если кто поклянется даром, принесенным на жертвенник, тот связан своей клятвой. Слепцы! Что важнее, дар или жертвенник, который освящает дар? Тот, кто поклялся жертвенником, поклялся и всем, что на жертвеннике. И кто клянется храмом, клянется и тем, кто обитает в храме. Кто клянется небом, клянется престолом Божьим и тем, кто сидит на нем. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы даете десятую часть смяты, укропа и тмина, а самым важным в законе, справедливостью, милостью, верностью вы пренебрегаете. И то нужно делать, и другого не оставлять. слепые поводыри! Вы отцеживаете комара из вашего питья, а верблюда проглатываете. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы очищаете чашу и блюда снаружи, но внутри они полны тем, что вы награбили в своей алчности и распущенности. Слепой фарисей, очисти сначала чашу и блюда внутри, тогда и снаружи они станут чисты. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы как побеленные гробницы, которые снаружи выглядят красиво, а внутри полны костей, мертвецов и всякой нечистоты. Так и вы снаружи можете показаться людям праведными, но внутри вы полны лицемерия и беззакония. Горе вам, учители закона и фарисеи, лицемеры! Вы строите гробницы пророком, украшаете надгробные памятники праведникам и говорите, если бы мы жили во времена наших отцов, то мы бы не проливали вместе с ними крови пророков. Тем самым вы свидетельствуете о себе, что вы сыновья тех, кто убил пророков. Ну что же, продолжайте пополнять чашу злодейств ваших отцов. Змеи, отродье змеиное, вы еще надеетесь избежать осуждения и не попасть в ад? Вот я посылаю к вам пророков, мудрых людей, учителей, а вы некоторых из них убьете и распнете, других будете бичевать в ваших синагогах и гнать из города в город. И потому падет на вас вина за кровь всех праведников, пролитую на земле, от крови Авеля и до крови Захарии, сына Берехи, которого вы убили между храмом и жертвенником. Говорю вам истину, наказание за все эти преступления падет на нынешнее поколение. О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели. А теперь ваш дом оставляется вам пустым. Говорю вам, что вы уже не увидите меня до тех пор, пока не скажете «Благословен тот, кто приходит во имя Господа». Когда Иисус выходил из храма, к Нему подошли ученики, которые хотели показать Ему здание храма. «Видите все это?» спросил их Иисус. «Говорю вам истину, здесь не останется и камня на камне, все будет разрушено». Когда Иисус сидел на Оливковой горе, ученики подошли к Нему и спросили Его наедине, «Скажи нам, когда это произойдет и какое знамение укажет на твое возвращение и на конец нынешнего мира?» Иисус ответил им, «Смотрите, чтобы никто не обманул вас, потому что многие будут приходить под Моим именем, говоря, «Я Христос». И многих обманут. Вы услышите о войнах, настоящих и грядущих, но пусть вас это не пугает. Все это должно произойти, но это еще не конец. Потому что народ поднимется на народ и царство на царство. В разных местах будет голод и землетрясение. Но все это лишь начало родовых схваток. Тогда вас будут выдавать, мучить и убивать, и все народы будут ненавидеть вас из-за меня. Многие тогда отвернутся от веры, будут предавать и ненавидеть друг друга. Появится много лжепророков, которые многих обманут. И от умножения зла во многих охладеет любовь. Но тот, кто выстоит до конца, будет спасен. Радостная весть о царстве будет возвещена по всему миру как свидетельство для всех народов. И только тогда наступит конец. Итак, когда вы увидите на святом месте опустошающую мерзость, о которой говорил пророк Даниил, пусть читающий поймет, тогда те, кто находятся в Иудее, пусть бегут в горы. Кто окажется на крыше, пусть не спускается в дом за вещами. И кто окажется в поле, пусть не возвращается за своим плащом. Горе же беременным и кормящим грудью в те дни. Молитесь, чтобы ваше бегство не случилось зимой или в субботу. Потому что таких бедствий, как в то время, не было от начала мира и до ныне и никогда больше не будет. И если бы те дни не были сокращены, то не уцелело бы ни одно живое существо, но ради избранных они будут сокращены. Если кто-нибудь вам тогда скажет «Смотрите, Христос здесь или Он здесь?» Не верьте, потому что явятся лжехристы и лжепророки и покажут великие знамения и чудеса, чтобы обмануть, если удастся, даже избранных. Смотрите, я предсказал вам наперед. Поэтому, если кто скажет вам «Он там, в пустыне», не ходите. Или Он там в потайной комнате? Не верьте, потому что как молния, которая сверкая с востока, бывает видна и на западе, так будет и возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся истервятники. Сразу же после бедствий, которые будут в те дни, солнце померкнет и луна не даст света. Звезды упадут с неба и небесные силы поколеблются. Тогда на небе появится знамение Сына Человеческого и все народы Земли зарыдают в отчаянии. Они увидят Сына Человеческого, идущего на небесных облаках с силой и великой славой. Он пошлет своих ангелов и те под громкий трубный зов соберут Его избранных с четырех сторон света от края и до края небес. Пусть для вас примером будет инжир. Когда почки набухают и выпускают листья, вы знаете, что приближается лето. Так и здесь, когда вы увидите, что все это сбывается, знайте, что он уже близко у самых дверей. Говорю вам истину, еще не исчезнет это поколение, как все это произойдет. Небо и земля пройдут, но мои слова не пройдут. Но о том дне и часе не знает никто, кроме Отца, ни ангелы на небесах, ни Сын. Но как было во дни Ноя, так будет и при возвращении Сына Человеческого. Перед потопом люди ели и пили, женились и выходили замуж. И так продолжалось вплоть до того дня, когда Ной вошел в ковчег. Они не понимали, что должно случиться, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и когда придет Сын Человеческий. Двое будут работать в поле, один будет взят, а другой оставлен. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одна будет взята, а другая оставлена. Поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете, в какой день придет ваш Господь. Знайте, что если бы хозяин дома знал, в котором часу ночи придет вор, то он сторожил бы свой дом и не позволил бы ему проникнуть в свой дом. Поэтому вы тоже должны быть готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, когда вы его не ждете. Кто тогда окажется верным и разумным слугой, которого хозяин поставил над другими слугами, чтобы вовремя раздавать им пищу? Блажен тот слуга, которого хозяин, когда вернется, найдет поступающим истину. Он доверит ему все свое имение. Но если этот дурной слуга, который решит, мой хозяин придет еще не скоро и станет избивать своих товарищей, есть и пить с пьяницами, то придет его хозяин в тот день, когда он не ожидает и в тот час, когда он не знает. Он рассечет его надвое и определит ему одну участь с лицемерами, там, где будет плач и скрежет зубов. Тогда Небесное Царство будет подобно десяти девушкам, которые, взяв свои лампы, вышли встречать жениха. Пять из них были глупыми, а другие пять умными. Глупые девушки взяли лампы, но не взяли для них масло, а умные вместе с лампами взяли и масло в кувшинах. Жених задержался, и они все стали дремать и заснули. Около полуночи раздался крик «Жених идет, выходите встречать его!» Девушки проснулись и стали поправлять свои лампы. Глупые сказали умным «Дайте нам немного масла, наши лампы гаснут». «Нет», ответили те, «Если мы поделимся с вами маслом, то не хватит ни вам, ни нам. Пойдите лучше к торговцам и купите». Только они ушли за маслом, пришел жених. Девушки с зажженными лампами вошли с ним на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Позже вернулись и остальные девушки и стали просить «Господин, господин, открой нам!» Но жених ответил «Говорю вам истину, я не знаю вас, поэтому бодрствуйте, ведь вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий. Тогда будет как у того человека, который, отправляясь в далекое путешествие, созвал своих слуг и поручил им свое имущество. Одному он дал пять талантов, другому два, третьему один, каждому по его способностям, а сам уехал. Получивший пять талантов, сразу пошел, вложил деньги в дело и приобрел еще пять. Получивший два таланта, тоже приобрел еще два. А тот, который получил один талант, пошел, вырыл яму и закопал деньги, которые ему доверил хозяин. Прошло много времени, и вот хозяин этих слуг вернулся и потребовал у них отчета. Человек, которому было доверено пять талантов, принес и другие пять. Смотри, сказал он хозяину, ты доверил мне пять талантов, и я выручил еще пять. Хозяин сказал, молодец, ты хороший и верный слуга, ты был верен в малом, и я поручу тебе более важное дело, заходи и веселись со своим хозяином. Пришел и человек с двумя талантами, хозяин сказал он, ты доверил мне два таланта, смотри, я выручил еще два. Хозяин сказал, молодец, ты хороший и верный слуга, ты был верен мне в малом, и я смогу поручить тебе более важное дело, заходи и веселись со своим хозяином. Затем пришел и тот, кому был доверен один талант. Господин, говорит он, я знал, что ты человек суровый, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал. Я очень боялся, и поэтому пошел и спрятал твой талант в землю. Вот то, что тебе принадлежит. Хозяин же ответил, злой или не вы слуга, значит, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. В таком случае ты должен был пустить мои деньги в оборот, чтобы, когда я вернусь, ты мог отдать их мне с прибыли. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого десять талантов, потому что каждому, у кого есть, будет дано еще, и у него будет избыток, а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. Выбросьте этого негодного слугу вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов. Когда Сын Человеческий придет в Своей славе, и с Ним все ангелы, тогда Он сядет на престоле Своей славы. Перед Ним будут собраны все народы, и Он отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Овец Он соберет по правую сторону от себя, а козлов по левую. Тогда Царь скажет тем, кто по правую сторону, придите ко Мне, благословенные Моим Отцом, получите ваше наследство, царство, приготовленное вам еще от создания мира. Потому что Я был голоден, и вы накормили Меня, Я хотел пить, и вы напоили Меня, Я был странником, и вы приютили Меня, Я был наг, и вы одели Меня, Я был болен, и вы ухаживали за Мной, Я был в темнице, и вы пришли навестить Меня. Тогда праведные скажут, Господи, когда это мы видели тебя голодным и накормили тебя, когда ты хотел пить, и мы дали тебе напиться, когда мы видели тебя странником и приютили тебя, или видели нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и навестили тебя? Царь им ответит, говорю вам истину, то, что вы сделали одному из наименьших Моих братьев, вы сделали Мне. Тогда Он скажет и тем, кто будет по левую сторону, идите от Меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов, потому что я был голоден, и вы не накормили Меня, я хотел пить, и вы не напоили Меня, я был странником, и вы не приютили Меня, я был наг, и вы не одели Меня, я был болен и в темнице, и вы не навестили Меня. Они тоже спросят, Господи, когда это мы видели тебя голодным, или когда ты хотел пить, или был странником, или нуждался в одежде, или был болен, или в темнице, и мы не помогли тебе? Он им ответит, «Говорю вам истину, все, чего вы не сделали для одного из наименьших, вы не сделали мне». И они пойдут в вечное наказание, а праведники – в вечную жизнь. Закончив говорить это, и Иисус сказал ученикам, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сына Человеческого отдадут на распятие». А во дворце первосвященника Каяфы в это время собрались первосвященники и старейшины народа. Они решили хитростью схватить Иисуса и убить. Только не во время праздника, говорили они, иначе народ может взбунтоваться. Иисус находился в Вифане, в доме Симона Прокаженного. И когда Он возлежал за столом, к Нему подошла женщина с алебастровым кувшином, в котором было очень дорогое ароматическое масло, и возлила это масло Ему на голову. Увидев это, ученики рассердились. Зачем такая трата? Ведь это ароматическое масло можно было продать за большую сумму, а деньги раздать нищим. Но Иисус, зная, что они говорят, сказал им, «Что вы упрекаете женщину? Ведь она сделала для меня доброе дело. Потому что нищие всегда с вами, а я не всегда буду с вами». Вылив на меня это масло, она тем самым приготовила меня к погребению. Говорю вам истину. Во всем мире, везде, где будет возвещена эта радостная весть, там, в память об этой женщине, будет рассказано и о том, что она сделала. Затем Иуда Искариот, один из двенадцати, пошел к первосвященникам с предложением. «Что вы мне дадите, если я предам вам Иисуса?» – спросил он их. Те отсчитали ему тридцать серебряных монет. И с того момента Иуда стал искать удобного случая, чтобы предать ему. «В первый день праздника пресных хлебов ученики спросили Иисуса, «Где нам приготовить тебе пасхальный ужин?» Иисус ответил, «Идите в город к такому-то и скажите ему, учитель говорит, что его время уже подошло, и он хочет в твоем доме отпраздновать пасхальный ужин со своими учениками». Ученики сделали все, как им велел Иисус, и приготовили пасхальный ужин. «Вечером Иисус и двенадцать учеников возлегли у стола. Когда они ели, Иисус сказал, «Говорю вам истину, один из вас предаст Меня». Ученики сильно опечалились, и один за другим стали спрашивать его, «Не я ли Господи?» А Иисус ответил, «Тот, кто опустил руку в блюдо вместе со Мной, тот предаст Меня». Да, Сын Человеческий уходит так, как о Нем сказано в Писании. Но горе тому человеку, который предает Сына Человеческого. Лучше бы ему вообще не родиться. Тогда Иуда, предатель, тоже спросил, «Не я ли раби?» «Ты сам это сказал», ответил Иисус. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал Своим ученикам со словами, «Возьмите и ешьте, это Мое тело». Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и, подав им, сказал, «Пейте из нее все. Это Моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в царстве Моего Отца». Они спели и пошли на Оливковую гору. Тогда Иисус сказал им, «В эту ночь вы все отступитесь от Меня, ведь написано, «Я поражу пастуха и разбегутся овцы стада. Но когда я воскресну, то пойду в Галилею и буду ждать вас там». Петр ответил, «Даже если все тебя оставят, я этого никогда не сделаю». «Говорю тебе истинку», сказал ему Иисус. «В эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от Меня». Но Петр уверял, «Даже если мне придется умереть с тобой, я никогда не откажусь от тебя». И все ученики говорили тоже. Иисус пришел с ними на место, называемое Гефсиманией, и сказал ученикам, «Посидите здесь, а я пойду и помолюсь». Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеведея. Его охватили тоска и тревога. Тогда Он сказал им, «Душа моя объята смертельной печалью, побудьте здесь и бодрствуйте со Мной. Отойдя немного, Он пал на лицо Свое и молился, «Отец мой, если возможно, то пусть минует Меня эта чаша, но пусть будет все не как Я хочу, а как Ты хочешь». Затем Он возвратился к ученикам и нашел их спящими. «Неужели вы даже часу не могли пободрствовать вместе со Мной?» спросил Он Петра. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы вам не поддаться искушению. Дух бодр, но тело слабо». И во второй раз Он ушел и молился, «Отец мой, если невозможно, чтобы эта чаша миновала Меня и чтобы Мне не пить из нее, то пусть все будет по Твоей воле». Когда Он вернулся, ученики опять спали, потому что их веки отяжелели. И оставив их, Иисус отошел и стал молиться в третий раз теми же словами. Затем Он возвратился к ученикам и сказал им, «Вы все спите и отдыхаете. Вот время настало, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Вставайте, идем». Вот уже и мой предатель приблизился. Он еще говорил, как подошел Иуда, один из двенадцати учеников, и с Ним большая толпа, вооруженная мечами и кольями. Их послали первосвященники и старейшины народа. Предатель так условился с ними, «Хватайте того, кого Я поцелую». Иуда сразу же подошел к Иисусу и сказал, «Здравствуй, Рабби!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Друг, делай то, для чего пришел». Тут подошли люди и, схватив Иисуса, взяли его под стражу. Тогда один из тех, кто был с Иисусом, вытащил меч, ударил слугу первосвященника и отсек ему ухо. «Верни свой меч на место», сказал ему Иисус. «Все, кто берется за меч, от меча и погибнут». «Неужели ты думаешь, что я не мог бы попросить у моего отца немедленно прислать мне более двенадцати легионов ангелов?» «Но как же тогда исполнится Писание, что все это должно произойти?» Затем Иисус обратился к толпе. «Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и кольями, чтобы арестовать меня? Каждый день я сидел и учил в храме, и вы не арестовали меня. Но все произошло именно так, чтобы исполнились Писания пророков. Тогда все ученики оставили его и убежали. Арестовавшие Иисуса привели его к первосвященнику Каяфе, у которого уже собрались учители закона и старейшие. Петр, держась подаль, следовал за Иисусом и прошел прямо во двор первосвященника. Войдя внутрь, он сел со стражниками, чтобы увидеть, чем все кончится. Первосвященники и весь Высший Совет искали ложных показаний против Иисуса, чтобы приговорить его к смерти. Но они ничего не могли найти, хотя и пришло много лжесвидетелей. Наконец вышли два человека и заявили, «Этот человек говорил, я могу разрушить Божий храм и восстановить его за три дня». Потом первосвященник встал и спросил Иисуса, «Тебе нечего ответить на эти свидетельства против тебя?» Иисус молчал. Первосвященник сказал Ему, «Я заклинаю тебя живым Богом, скажи нам, ты Христос, Сын Божий?» «Ты сам так сказал», ответил Иисус. «Но говорю вам, что отныне вы увидите Сына Человеческого, сидящим по правую руку от всемогущего и идущим на облаках небесных». Тогда первосвященник разорвал на себе одежды и сказал, «Он кощунствует! Какие нам еще нужны свидетели? Вы теперь сами слышали кощунство! Каково ваше решение?» Они ответили, «Он виновен и заслуживает смерти!» когда Иисусу стали плевать в лицо и бить его кулаками. Некоторые же били его по щекам и спрашивали, «Пророчествуй нам, Христос, кто тебя ударил!» Петр же сидел снаружи во дворе, когда к нему подошла служанка. «Ты тоже был с Иисусом Галилеянином?» сказала она. Но Петр отрицал перед всеми, «Я не знаю, о чем ты говоришь». Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она сказала стоявшим рядом, «Этот человек был с Иисусом Назарянином». Петр снова все отрицал, поклявшись, что он не знает этого человека. Но спустя немного времени стоявшие там люди подошли и сказали ему, «Точно, ты тоже один из них? Тебя и говор твой выдает?» Тогда Петр начал клясться и божиться, «Я не знаю этого человека». И тотчас пропел петух. И тогда Петр вспомнил слова Иисуса, «Прежде чем пропоет петух, ты трижды отречешься от меня». И выйдя наружу, он горько заплакал. Рано утром все первосвященники и старейшины народа вынесли Иисусу смертный приговор. Они, связав его, отвели и передали римскому наместнику Пилату. Когда Иуда, предавший Иисуса, увидел, что Иисус осужден, он раскаялся и вернул тридцать серебряных монет первосвященникам и старейшинам. «Я согрешил», сказал он. «Я предал на смерть невинного человека». «А нам-то что за дело?» ответили те. «Смотри сам». Бросив деньги в храме, Иуда ушел и повесился. А первосвященники собрали деньги и сказали, положить эти деньги в сокровищницу храма нельзя, так как это плата за кровь. И, посоветовавшись, они решили купить на них поле горшечника и использовать его под кладбище для чужеземцев. Поэтому то поле и называется до сегодняшнего дня «Кровавое поле». Так исполнилось сказанное пророком Иеремии. Они взяли тридцать шекелей серебра, цену, назначенную ему израильским народом, и купили на них землю горшечника, как повелел мне Господь. Тем временем Иисуса поставили перед наместником, и тот спросил его «Ты царь иудеев?» «Ты сам так говоришь», отвечал Иисус. Когда же его обвиняли первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Пилат спросил «Ты что, не слышишь, сколько против тебя обвинений?» Но он, к удивлению наместника, не отвечал ни на одно из обвинений. У наместника был обычай на праздник отпускать одного из заключенных по выбору народа. В то время под стражей находился известный узник по имени Иисус Варава. Поэтому, когда собрался народ, Пилат спросил «Кого вы хотите, чтобы я вам отпустил? Иисуса Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Он знал, что Иисуса предали ему из зависти. К тому же, когда Пилат сидел в судейском кресле, его жена послала сказать ему «Не делай ничего этому праведнику. Я сильно страдала сегодня во сне из-за него». Но первосвященники и старейшины убедили толпу просить освобождения Варавы и казни Иисуса. «Так кого же из этих двоих вы хотите, чтобы я вам отпустил?» спросил наместник. «Вараву!» сказали они. «Что же мне тогда делать с Иисусом, которого называют Христом?» спросил Пилат. Все в один голос закричали «Пусть он будет распят!» «За что? Какое зло сделал он?» спросил Пилат. Однако толпа кричала все громче «Пусть он будет распят!» Когда Пилат увидел, что ничего не может сделать и что волнение в народе лишь нарастает, он взял воды, вымыл руки перед всем народом и сказал «Смотрите сами, я же не виновен в крови этого человека!» И весь народ сказал «Кровь его на нас и на наших детях!» Тогда Пилат освободил им Вараву, а Иисуса велел бичевать и затем отдать на распятие. Солдаты отвели Иисуса в резиденцию наместника и собрали вокруг него весь полк. Они раздели его и надели на него алую мантию. Исплетя венок из терновника, надели ему на голову, дали ему в правую руку трость и стали насмехаться над ним, становясь перед ним на колени и говоря «Да здравствует царь Иудеев!» И плевали на него и, взяв трость, били его по голове. Вдоволь наиздевавшись, они сняли с него мантию, одели Иисуса в его собственную одежду и вывели на распятие. Когда они выходили, им повстречался человек из Кирены по имени Симон, и солдаты заставили его нести крест. Когда они пришли на место, называемое Голгофом, что означает «лобное место», они дали ему вино, смешанное с желчью. Попробовав, он не стал пить. «Лобное место» «Лобное место» Проспяв Иисуса, солдаты по жребию разделили Его одежду между собой и сели стеречь Его. Над головой Иисуса прибили табличку с указанием Его вины – это Иисус, царь Иудеев. Вместе с Ним были распятые два разбойника – один по правую, а другой по левую сторону от Него. Проходившие мимо бронили Его. Качая головами, они говорили – «Ты ведь собирался разрушить храм и в три дня отстроить его? Спаси себя, если ты сын Бога! Сойди с креста!» Первосвященники, учители закона и старейшины тоже насмехались над Иисусом. «Спасал других, – говорили они, – а себя спасти не может! Царь Израиля! Пусть он сойдет с креста, и тогда мы поверим в Него! Он полагался на Бога, так пусть Бог теперь избавит его, если он Ему угоден! Ведь Он же называл Себя сыном Бога!» Теми же словами оскорбляли Его и преступники, распятые вместе с Ним. От шестого часа по всей земле стало темно, и это продолжалось до девятого часа. Около девятого часа Иисус громко крикнул. «Эли, Эли, лемаса вахтани!» «Что значит, Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Некоторые стоявших поблизости, услышав это, сказали. «Он зовет Илию. Один из них тут же подбежал, взял губку, пропитал ее кислым вином, насадил на палку и дал ему пить». Другие же говорили, «Подожди, давай посмотрим, придет Илия спасти его или нет». Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса храма разорвалась надвое сверху до низу. Затряслась земля, и раскололись скалы. Раскрылись могилы, и многие умершие праведники воскресли. Они вышли из могил, и уже после того, как воскрес Сам Иисус, вошли в святой город, где их видело много людей. Сотник и те, кто вместе с Ним стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали, «Он действительно был Сыном Бога». Там также было и много женщин, которые издали наблюдали за происходящим. Они следовали за Иисусом из самой Галилеи, помогая Ему. Среди них были Мария Магдалина, Мария, мать Якова и Иосии, и мать сыновей Звидея. Вечером к месту казни пришел один богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф. Он тоже был учеником Иисуса. Иосиф пошел к Пилату и попросил тело Иисуса. Пилат приказал, чтобы ему отдали тело. Иосиф взял его, обернул чистым льняным полотном и положил в свою новую гробницу, которая была вырублена в скале. Привалив ко входу большой камень, он ушел. А Мария Магдалина и другая Мария остались сидеть напротив гробницы. На следующий день, это была суббота, первосвященники и фарисеи собрались у Пилата. «Господин», — обратились они к нему. Мы вспомнили, что когда этот обманщик еще был жив, он сказал, «Через три дня я воскресну, поэтому прикажи, чтобы могила три дня охранялась, иначе его ученики могут прийти, выкрасть тело и сказать народу, что он воскрес из мертвых. Этот последний обман будет еще хуже первого». «Возьмите стражу», — ответил Пилат, — «идите и охраняйте, как знаете». Они пошли, опечатали камень и выставили у гробницы стражу. После субботы на рассвете первого дня недели Мария Магдалина и другая Мария пошли посмотреть гробницу. Вдруг произошло сильное землетрясение, потому что ангел Господа спустился с неба, подошел к гробницам и отвалил камень. И теперь он сидел на нем. Своим видом он был, как молния, а его одежда была белой, как снег. Стражники настолько испугались его, что задрожали и стали, как мертвые. Ангел сказал женщинам, «Не бойтесь, я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил ранее. Подойдите и посмотрите на место, где Он лежал. Идите же скорее. И скажите Его ученикам, что Он воскрес из мертвых и отправился прежде вас в Галилею. Там вы Его увидите». Вот что я вам сказал. Женщины ушли от гробницы испуганные, но в то же время очень обрадованные. Они побежали, чтобы поскорее рассказать обо всем ученикам Иисуса. Вдруг их встретил сам Иисус. «Приветствую вас», – сказал Он. Они подошли, обняли Его ноги и поклонились Ему. «Тогда Иисус сказал им, не бойтесь, идите и скажите Моим братьям, чтобы они шли в Галилею. Там они Меня и увидят». Женщины были еще в пути, когда несколько человек из стражи пришли в город и рассказали обо всем первосвященникам. Первосвященники посовещались со старейшинами и разработали план. Они дали солдатам много денег и сказали, «Говорите всем так. Его ученики пришли ночью и выкрали его, пока мы спали. А если это дойдет до наместника, мы с ним поговорим, и тем вас избавим от неприятностей». Солдаты взяли деньги и поступили так, как их научили. И эта выдумка распространена среди иудеев и по сегодняшний день. Одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору, куда Иисус велел им прийти. Там они увидели Иисуса и поклонились Ему. Однако некоторые засомневались, что это Он. Тогда подойдя, Иисус сказал им, «Мне дана вся власть на небе и на земле. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и учите их исполнять все, что Я вам повелел. А Я буду с вами все время до скончания века». Иисус сказал им, «Мне дана вся века». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал!